Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас хочу сделать для вас обзор двух вещей, которые мне пришли с сайта Shinside. Ссылочку внизу на сайт оставлю. Второй раз я получаю вещи оттуда, и второй раз в целом они мне нравятся. Я одну из этих вещей постоянно ношу. Одна у меня, кстати, с прошлого висит такая, свитшот, он висит у меня. Что-то пока как-то не носится. Заказала я две вещи, вот эту парку и такой вот джемпирог. Безумно мягкий на ощупь, но я не угадала с размером, и все-таки эта расцветка какая-то немножко диковатая оказалась. Но меня подкупила сова, да, она даже не очень-то и симпатичная, но не знаю, она мне как-то так понравилась. И просто невероятно мягкий такой вот, не знаю, ткань, какая-то вязка. Вот я не знаю, что это, она невероятно мягкая, но она очень короткая, и она маленькая мне по размеру, что очень жалко. В принципе, куда-то там, не знаю, пойти погулять, можно это одеть, но вот маленький размер, очень жалко, потому что в таком... Она и теплая, ну не прямо что жаркая, но она теплая и очень мягкая, просто настолько приятная. И к телу, даже на голое тело, она очень-очень приятная. Но вот жалко, там еще были расцветки другие, и размеры, естественно, побольше были. Я уж выбирала-выбирала, в общем, неправильно выбрала, маловато оказалось, но в целом очень просто, ну безумно мягкая ткань. Вернее, как скажем, вязка такая, и ну вот не угадала. Дальше вот такая вот парка. Что сказать? Конечно, поначалу я как-то так смотрю, что-то как-то она мне... Я ее одела, как-то она мне не очень уютно была. Но потом как-то я, ну как приноровилась, привыкла, и мне стало уютно. У нее потому что... Сейчас я попробую пониже опустить. У нее достаточно высокая вот талия моя вот она, вот здесь. То есть, как бы вот. А тут она, грубо говоря, как под грудью, и поэтому такое на ребрах ощущение, что немножко давит. Но я в ней ездила в Эстонию, и абсолютно нормально. Она теплая, абсолютно нормально сшита, нитки не торчат. То есть, как бы такая вот нормальная абсолютно парка. Кармашки. Тут такой вот можно при большом желании насквозь дырку сделать. Не знаю, какая фишка в этом. Ну, в общем, карманы мега вместительные. То есть, такая вот огромная абсолютно капюшон. Такая вот штука. Давайте я расстегнусь, покажу. Очень мне понравилось. Не знаю, все-все-все на клепочках, все достаточно тепло. Изнутри а-ля такая вот тут вот овчинка, а тут немножко вот какая-то там внутри поролоновая штука есть, чтобы, ну, тепло было. То есть, она как бы такая зимняя. У них написано, что она непосредственно именно зимняя. Но для нашей зимы, конечно, она не очень подойдет. Прям вот для таких суровых морозок, которые там минус 30 или еще как-то. Ну, вот так вот носить в какой-то демисезонный период очень даже здорово. Мне понравилось. Я хотела давно парку, и тут вот как-то так получилось, что такой а-ля, не знаю, цвет для егеря. Не знаю, вот такая вот, не знаю, даже больше на мужскую что-то вот такой, какой-то оттенок. Но мне нравится. Я очень довольна и качеством. Вот очень жалко, что со свитером прогадала. Действительно, как бы, вот, ну, не знаю, мне нравится. Китай китаем, но вот этот сайт мне нравится. Чтобы не говорили про прошлые. Я хожу вот в этой штуке с мехом, с белым. И, не знаю, мне нравится. Вот. Такое мое мнение. Все. Наверное, весь обзор такой коротенький. Ну, потому что две вещички всего. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь. Пойдите на сайт, посмотрите. Потому что там недорого и достаточно приличные вещи. Потому что по сравнению с другими сайтами китайскими, как там шьют, тут шьют просто превосходно. Не придерешься практически. Вот. Ну, вот в этом заказе я не могу придраться. То есть, вот, честно, откровенно, не на правах рекламы. Я, как бы, не такой человек, что буду за какие-то там вещи, что-то кому-то врать. Поэтому. Вот. Всем спасибо еще раз за внимание. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok